Саровскому филиалу поисково-спасательной группы «Рысь» в октябре исполнилось три года. В самом начале в отряде насчитывалось всего 15 человек. Сейчас в филиале работают 70 добровольцев из Сарова, Глухого, Дивеева, Первомайска, Кошелихи. Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днем рождения филиала в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зарины Авгоновой в Вознесенском районе в августе 2019 года, хотя официальное открытие состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтеры. Сейчас в отряде состоит 70 человек из Сарова, Глухого, Дивеева, Первомайска, Кошелихи. У людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают, их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель Рыси – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден, жив». Команда Рыси – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры школы детской безопасности. Волонтеры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях, организуют командные и познавательные игры для закрепления материала. Короткий курс о том, как себя вести, если ты, условно, потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас еще есть один проект – это «Разорной рысенок». Ну, это что-то наподобие веселых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как все проходит на реальном поиске. За все время работы в Саровский филиал Рыси поступило 155 заявок на поиски. Добровольцы нашли 145 пропавших. 21 человека нашли непосредственно волонтеры поисково-спасательной группы Сарова. Осень в самом разгаре, и грибники массово выходят на тихую охоту. Добровольцы Рыси советуют в поход одеваться теплее, брать с собой с запасом еду и воду, полностью зарядить телефон, приготовить аптечку с индивидуальными лекарствами. Также можно взять рабочий жилет кислотно-салатового цвета, который хорошо заметен издалека, и сигнальные средства – свисток, фонарик, сигнал охотника. Поисковики особо обращают внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. Хореографический коллектив «Контемп» Детской школы искусств стали лауреатами отраслевого фестиваля конкурса «Энергия атома». На творческое состязание съехались десятки юных танцоров из атомных городов. Около 300 участников собрал первый фестиваль конкурса «Энергия атома» в городе Заречном. Юные танцоры со всей страны демонстрировали свои таланты. Наш город представлял хореографический коллектив Детской школы искусств «Контемп». Конкурсанты выступали в трех номинациях – современный, эстрадный и патриотический танец. Очень высокий уровень фестиваля, очень звездное жюри там было. Мы еще юные танцоры и в этом году только начали изучать современный танец. Но выступая мы произвели впечатление. За три дня саровчанки смогли познакомиться с городом, получить очередной опыт выступления на масштабном конкурсе, а также расширить свое видение хореографии. В рамках фестиваля «Звезды танцевального мира» и по совместительству члены жюри Эльвира Таха и Владимир Варнава провели мастер-классы. Мы побывали на мастер-классе по современному танцу. Его нам провел Владимир Варнава. Он является резидентом хореографа Мариинского театра и членом жюри «Энергия атома». Нам он помогал развивать внимание и работу с партнером. Это интереснейший мастер-класс, на котором побывал наш коллектив. Эти бесценные эмоции и люди, которые там были, это было классно. Завершающим аккордом «Энергия атома» стал флешмоб, объединивший 18 коллективов из 11 атомградов. На площади здоровья досуга города Заречный участники исполнили патриотический танец под композицию «Шамана мы». По итогам конкурсных дней саровчанки стали лауреатами первой, второй и третьей степеней в различных номинациях. Гран-при досталось танцорам из Димитровграда. Плавание – особый вид спорта, который полезен для любого возраста. Занятия в воде позволяют обрести легкость, стройность, размять тело и получить заряд бодрости. Спорт оказывает положительное влияние на человека, но плавание – это особый вид спорта, который полезен для всех систем организма. Плавание подходит практически всем, им можно заниматься почти с самого рождения. Приучая ребенка к занятиям в воде, вы направляете его на путь здорового развития. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск застоя и улучшает возвращение венозной крови к сердцу. Плавать рекомендуют и для борьбы с лишним весом. Это отжимает лишнюю воду из подкожной клетчатки, увеличивает скорость обмена веществ и способствует более быстрому сжиганию калорий и жира в организме. Плавание формирует стройную мускулистую фигуру, так как задействует все основные группы мышц. Кроме того, эффективность упражнений в воде не меньше, чем на суше. Дополнительным плюсом выступает то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного меньше. Поддерживающий эффект водной среды позволяет работать над определенными группами мышц более осторожно, если это необходимо. Упражнения в воде улучшают кровообращение в организме, нормализуя давление. Плавание снимает стресс, успокаивает, дает заряд энергии организму. Без чрезмерной нагрузки на сердце во время плавания улучшается работа дыхательной системы и повышается обеспеченность организма кислородом. У занятий плаванием нет побочных эффектов, как, например, боль в коленях у бегунов, разрывы мышц, болезненные ощущения в мышцах. Вода охлаждает и расслабляет. Вода охлаждает тело, что помогает не перегреваться. Организм находится в охлаждающей и успокаивающей среде, что позволяет дольше не чувствовать усталости и заниматься более продолжительное время, чем на суше. Так что, если у вас есть возможность посетить бассейн, постарайтесь ею воспользоваться. Посещать бассейн достаточно два раза в неделю. Если вы решили пойти в бассейн, то вам необходимо взять с собой купальник или плавки, шапочку, шлепанцы, мыло и полотенце. Плавать нужно не менее 45 минут в достаточно быстром темпе, чтобы при выходе из воды возникало чувство легкой усталости. Дышать ритмично. Вдох носом, выдох ртом в воду, что очень полезно при астме, бронхите и других заболеваниях легочной системы. При этом обязательно необходимо погружать голову, не боясь намочить волосы. Плавание с высоко задранной головой пережимает важные кровеносные сосуды, питающие мозг, создается напряжение в мышцах шеи, может усугубиться шейный остеохондроз. Температура воды, в которой можно заниматься плаванием, должна быть не меньше 20-25 градусов. Если вода холодновато, не спешите сразу бросаться на глубину, сделайте несколько разогревающих мышц и движений на мелководье. Плавание позволяет за короткий срок обрести легкость, стройность, размять тело после ежедневной пассивной работы и получить заряд неиссякаемой водоросли. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором ждут людей, готовых работать над собой. В зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет на бесплатные тренировки. Правильная поза, дыхание, важно сосредоточиться. Рывок, и вот тяжелая штанга, взмывает воздух. В тренажерный зал Клуба здоровья Федор ходит всего год, но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься базово-тачу, трейборья. Там присяд, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в Клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру. В наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА